Внушительный запас драгметаллов привезут из Душанбе российские представители дзюдо на этапе гран-при, где разыгрываются очки в зачет. Олимпийских лицензий на игры 24-го года в Париже наша команда выступила успешно. В заключительный день выиграли 6 наград, 2 из них золотые, а Вадим Матвеев подведет итоги соревнований. Не дня без золотой медали. Это девиз наших дзюдоистов на гран-при Душанбе в рамках мирового тура. Махмадбек Махмадбеков родился и вырос в Иркутске, но его родители родом из Таджикистана. Душанбе, он местная знаменитость. В полуфинале в категории до 78 килограммов представителю Азербайджана удалось заработать оценку и повести в поединке с нашим спортсменом. Вот так местная публика реагирует на удержание Махмадбека Махмадбекова. Дело в том, что у него так жесткие корни. Весь зал поддерживает нашего спортсмена. Сомнений в выходе Махмадбека в финал не было. Даже несмотря на то, что его оппонент вел в счете какое-то время. Публика, собравшаяся во дворце спорта Кастре, жаждала жаркого противостояния. А в итоге увидела победу россиянина, одержанную за 28 секунд. Здесь мои родители родились здесь, но я родился и вырос в России. И там тоже мой дом и здесь мой дом. У меня две родины, я не могу никакую выделить, правильно? Мне Россия тоже много чего дала, но и в любом случае сердце в Таджикистане. Заключительный день соревнований был просто нашим. Финал мечты в дзюдо – это когда в нем оба представителя из одной страны. В категории до 100 килограммов сошлись молодой Матвей Коняковский и опытный Нияз Белалов. С отечественником всегда тяжелее бороться, потому что мы очень часто с ним боремся во время треночных схваток и друг друга борьбу уже давно изучили. Парни проводили тренировки вместе каждый день и до сегодняшнего дня встречались не раз. В упорном противостоянии молодость одержала победу над опытом. Поединок был очень красивым и упорным. Он меня завязал, как змея. Нельзя давать сковывать себя с этим товарищем. Этот парень очень хитрый, он на тренировках не показывает. То, что показывает здесь, он тебя изучает полностью. Это такой уникум, можно сказать, в нашей сборной. Нияз Пашел только что назвал вас уникумом в нашей сборной. Это нет, не ас преувеличится, это не ас уникум. И вправо, и влево броски делает. Такой ветеран нашей сборной, очень уважаемый человек. Приятно, конечно, от него такое слышать, но я так не считаю. Что касается решающего поединка у тяжеловесов, то самому статусному дзюдоисту на этом турнире, бронзовому призеру Олимпиады в Токио Тамерлану Башаеву, противостоял первый номер текущего рейтинга. К тому же, любимец местной публики Тимур Рахимов. Именно здесь и можно было проверить, насколько сильно сказалось наше годичное отстранение. Тамерлан заработал оценку в дополнительное время и благодаря этому взял золото. Острота борьбы пропадает, ведь в международном уровне все равно соперники, они более готовы, более конкурентоспособны, чем на внутреннем любой стране, я думаю. Поэтому да, это, конечно, сказалось. И вот постепенно-постепенно мы приходим в оптимальную форму. А ведь могло быть еще одно золото у мужчин. Ильдар Аллахвердив смотрелся не хуже оппонента и после окончания поединка просил убрать камеру. Настолько сильно переживал. Ну или чувствовал несправедливость. Я еще не знаю, как раз сами сейчас проанализирую после схватки все, когда отдохну. Пока не знаю. Я знаю, что я должен был выиграть эту схватку и все. Порадовали и девушки, у которых в этот день разыгрывалось два комплекта наград. В обеих категориях мы взяли бронзу. Для Дарьи Владимировой этот успех самый серьезный в карьере. Во время интервью у нее даже перехватывало дыхание. Трудно было подобрать слова. Эмоции есть, но они непередаваемые. Александра Бабинцева свою схватку выиграла уверенно. Сопернице не помог даже медицинский прерыв, который брала россиянка. Я была прям с первых секунд заряжена. Я шла только за победу и только выигрывать. Бороться первым номером. Всего на гран-при Душанбе наши ребята завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды. Российские дзюдоисты очень громко заявили о своем возвращении после отстранения. Вадим Матвеев и Андрей Борисов. Душанбе. Таджикистан. Все на матч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова